Ремонт цоколя. Здесь оно очень было в теплачевом состоянии. Алтарная часть. Низ храма почти весь. Он уже выкрашился и разморожен был. Это сейчас алтарь храма Иоанна Богослова на Маяковского 16А как новенький. А ещё каких-то шесть лет назад здесь царила полная разруха. В советские годы церковь, как и сотни других храмов, приспособили под нужды, не связанные с верой. При советской власти здесь была вообще проломлена дверь. Дверь входная. И к алтарной части были пристроены туалеты для работников, которые занимались здесь у нас в нижнем храме. Теперь, как нижний храм, был сделан цех по производству надгробий. Для богослужений храм закрыли в 1930-х. И только в 2016-м здесь начала возрождаться духовная жизнь. Вот шесть лет назад было возобновлено богослужение. Сначала качество молебнов, а теперь уже пять лет было на Рождество Богородицы. Ровно пять лет возобновлено богослужение в виде божественной литургии. То есть литургическая жизнь началась в этом храме после долинительного перерыва больше 80 лет. Храм Иоанна Богослова имеет редкую особенность. Два престола находятся один под другим. А при строительстве церкви в 17 веке у неё был один престол. Внизу же располагался подклет – подсобное помещение. Каменный храм был холодным. Нарядышком были два тёплых храма деревянных, как сказано в летописи. В дальнейшем приходит в неветхое состояние деревянный храм. И стоит вопрос, что же делать, строить снова ещё один деревянный храм тёплый для зимы или реконструкцию вот этого холодного храма каменного. Решение принято, судя по всему, было как раз в 40-е, 60-е годы 19-го столетия принято решение изменить, сделать реконструкцию самого храма. Так появилась колокольня со шпилем, которой ранее не было. Подклет церкви решили переделать под нижний тёплый храм, увеличив объём помещения и прорубив окна внизу. После реконструкции 19-го века храм стал будто бы существовать в разных измерениях. Получается, что храмы в разных архитектурных стилях. Если сам храм, алтарная часть и четверик, так он называется, Московского узорича, было создано в 17-м веке, то колокольня, это реконструкция. И у нас получается, что первый этаж, первый храм, тёплый нижний храм, с наличниками, окна уже в другом архитектурном стиле. За время реконструкции сделано немало. Выполнен проект реставрации храма, отремонтирован свод, кровля в алтарной части уже закрыта железом. Сделана временная кровля над четвериком, пока без восстановления барабана и луковки. В притворе вообще была опасность обрушения самого свода, потому что текло там сплошняком, и вода поступала. И с колокольни, и с четверяка всё текло сюда, на свод притвора, и он мог упасть в любое время. Потом мы закрывали, это делали, это получается теперь уже шесть лет назад. Специалисты также раскрыли по всему периметру бутовый фундамент. Ведь за несколько веков церковь буквально вросла в землю, значительно прирос культурный слой. Из-за этого стены постоянно намокали и разрушались. Ширина их составляет 1,6 метра, а разрушение в некоторых местах достигает порядка 90 сантиметров. Впрочем, самая проблемная часть храма – колокольня. Высокая была, здесь от неё осталась половина высоты, если не меньше. Два яруса только оставили, остальное всё разобрано было. Самая большая проблема с восстановлением колокольни – у неё крен. Она наклонилась от храма в сторону, в северо-западную сторону. Бутовый фундамент. Как восстановить и выправить этот крен, пока ещё даже вот так. Есть предложение, но решение конкретно никакое не принимает, как её сделать. Зато внутри нижнего храма полностью выполнена отделка. Убранство максимально восстановлено таким, каким оно было прежде. В этом году храм будет зимовать с новыми оконными рамами. Одно из самых верных инженерных решений, по мнению настоятеля, – тёплый пол. Некие батареи у нас в этом храме не нужно. Она получается здесь и внешний вид не портит, и не мешает, и обзоры, и всему. Но очень приятно. Сама микроклима в храме – сухо, тепло, и нет никаких перегревов. Следующими этапами в храме будут восстановлены барабан с куполом и крестом, а также кровля притвора. Церковь оштукатурят и покрасят в родной цвет. Пилястры на храме были белыми, а основная часть – золотого оттенка. Котёл на твёрдом топливе будет заменён на газовый. Постепенно растёт и приход храма. На литургии в церковь Иоанна Богослова в разное время приходят более ста влакжан.